Что? Где я? Я обнаружил себя в каком-то коридоре или даже пещере. Вокруг меня была лишь тьма, и с каждой секундой этот мрак окутывал меня все больше и больше, и казалось, что я нахожусь там целую вечность. Вдруг что-то яркое и зеленое загорелось передо мной, но это оказалось не что-то. Субтитры создавал DimaTorzok Я очнулся в знакомом мне месте. Снаружи я слышал потрескивание костра и чей-то разговор. Мне потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями и как следует обдумать все, что произошло до этого. За столь короткий промежуток времени произошло так много событий. Обретение новых друзей. Моя первая тренировка. Мое боевое крещение. Все это было настолько больно вспоминать, что меня аж передернуло. Мы стольких потеряли, не добившись равным счетом ничего. А что будет дальше? Мы все умрем, утеряв веру в свет? Ведь мы боремся с истинным злом, чуть ли не голыми руками. Где же древние, которым мы так верны с самого рождения? Скорее всего, если они и существуют, им на нас наплевать. Нужно с этим смириться и делать все самому. Тут внезапно в мою палатку зашла лис, но не одна. С ней было существо, которое до этого мне не доводилось видеть. Своей фигурой он был похож на человека, но цвет его кожи и глаз явно были нечеловеческими. Аур вокруг него вселяла в меня тревогу и складывалось ощущение, что он видит меня насквозь. Как отдохнул? Спросила лис. Ты был в отрубке несколько дней. Ну а как же еще? Мало кому из скрипов удавалось убить героя. Тем более такого, как Блатикер. Блатикер? Спросил я. Да, Блатикер, ответило незнакомое мне существо. Он питается кровью своих жертв, усиливая тем свои силы. Нанеся тебе рану в лесу он оставил метку и решил завершить начатое. Но я смотрю, вы, ребята, не из робкого десятка и уничтожили гада. Поэтому я здесь. Да, меня зовут Нейриф. Большинство же зовет меня просто Ораклом. Я здесь, чтобы дать вам наставление и поделиться важной информацией. Да? А где вы были, когда мы бились с этим самым гадом? Почему нам никто не помог, если вы так хорошо его знаете? Спросил я. Меня слегка трясло от происходящего разговора и почему-то одолевала ярость. Но я старался не подавать виду. Мы выполняли свою немаловажную задачу и скажу, что выполнили ее с успехом. У каждого в нашем и других мирах своя судьба. Ваша судьба была столкнуться с этим чудищем лицом к лицу. Я проглотил ответ Оракла и решил промолчать. Почему-то меня словно выворачивало изнутри, и я не мог сидеть на месте. Но я держался. Будто битва с чудищем теперь происходила внутри меня самого. Но я не понимал, почему это со мной происходит. К слову, с тобой все в порядке? Ты выглядишь напряженным? Опять кошмары? Спросил Алис. Все хорошо, просто я слегка устал за последние дни, ответил я. Кошмары? Какие, если не секрет? Спросил у меня Оракл. Никакие. Они были, когда за нами охотился Бладсикер. Сейчас все в порядке. Солгал я. Почему-то я решил, что лучше не говорить ему о том, что было со мной во сне. Что же, тогда хорошо. Если мало ли, кошмары продолжатся, обращайся ко мне. И Оракл тут же покинул палатку. Узнал ли он, что я ему солгал? Скорее всего, да. Но почему никак не отреагировал? Я прямо чувствовал, что он будто находится в моей голове, и мне даже не нужно ничего ему отвечать. Он словно знал все мои ответы наперед. Лиза кинула меня подозрительным взглядом и сообщила, что что-то происходит, и мы должны быть наготове. Но готовы к чему? Почему так много вопросов в такое нелегкое время? Разве нельзя просто взять и решить, что и как мы будем делать? Все эти тщетные попытки действовать скрытно и осторожно вряд ли доведут нас до чего-то хорошего. Нужно просто брать и уничтожать врага. Я так решил для себя. Я не стал делиться своими мыслями с Лиз, лишь сказал ей, что мне нужно еще чуть-чуть времени отдохнуть и прилег поспать. Что за черт? Сколько можно? Эти глаза не выйдут из моей головы. Наверное, стоило бы сказать Оракл о моих сновидениях, но меня что-то сдерживало. Пусть это пока побудет тайной. Тут в комнату вошел Оракл. Нам срочно нужно идти. Не надо брать меч. Там он тебе не понадобится. Черт подери, как он узнал о том, что я собираюсь взять меч. Хотя это весьма логично. Я смиренно встал и вышел из палатки. Уже было совсем темно. Никого не было видно рядом. Разве что Джека, спящего у костра. Не буди его. У него своя задача, у нас своя. Идем же. И мы отправились с Ораклом в гущу леса. Я не знал, никуда мы идем. Ничто нас ждет. В какой-то момент я уже начал сомневаться, не угодил ли я в какую-то ловушку. Еще эти чертовы сны. Если не хочешь, не говори. Придет время, и ты скажешь. Да, извини меня за столь резкие выпады. Ничего не могу с этим поделать. Я постараюсь тебе рассказать, куда мы направляемся и зачем. Магистр Рубик собрал тайное собрание. К сожалению, даже я не знаю, что на нем будет обсуждаться. Знаю лишь, что там помимо него будет присутствовать сэр Девион и некий специальный гость, о котором даже я могу лишь догадываться. Его прошлое, сущее и будущее скрыто от моих глаз. Помимо тебя и скрипов там будет Джон и Рейвен. Больше мне неизвестно. Могу лишь тебе поведать о том, что вражеские силы преодолели наши оборонительные редуты на севере. Их мощь растет, и я все больше начинаю ощущать тьму вокруг нас. Я чувствую, что наши души начинают темнеть. И такого не было уже очень давно. Да, дневник Крипа вернулся. И большое спасибо всем тем, кто не терял надежды и поддерживал меня. Я вернулся к разработке, причем очень серьезно настроен и уже приступил к созданию нового эпизода, который планирую выпустить до конца этого месяца. Лучше всего разработки помогают ваши лайки, подписки, включение всех уведомлений в колокольчики и просмотры и репосты других роликов. Ну и, конечно же, донаты тоже бывают приятны. Лучше всего на стримах. Также респект Ивану Гладышеву, который первый увидел пасхалку к данной серии в ролике про баны в доте. За это он получает мифический сет на выбор. Да, следите за моими роликами. Я часто делаю квесты и задания с вознаграждениями. Что же, с вами был Фенаргот и до очень скорых встреч!